Слушайте, ребят, похожим выбором в нашей стране приходит к обздец Жириновский накануне сделал заявление. Я сразу скажу, Жириновский это не просто так. Журналисты за глаза называют этого человека рупором Кремля. Если он что-то говорит, это значит, ну, с наибольшей долей вероятность, вот все это в обозримом будущем сбудется. Так вот, Жириновский накануне сделал заявление, что очень может так статься, да, что в ближайшее время парламент российский самораспустится, и выборы будут перенесены с сентября, может быть, на конец мая, может быть, на начало июня. Да, несведущий человек, наверное, скажет, ну и что в этом такого. Я вам объясню, что в этом такого и почему я вижу в этом угрозу. Ну, во-первых, да, после зимних выступлений, после ареста Навального, в отношении оппозиционеров, назаводили вот такую вот кучу уголовных дел, да продолжают. Причем речь идет не только о несистемной оппозиции, ну, а тех ребятах, которые в системе, ну, там, в частности, о некоторых депутатах, входящих там в КПРФ, в ЛПДР, ну и так далее, там есть порядочные люди, вот в отношении них тоже поназаводили уголовных дел. Естественно, при таком раскладе этим людям будет просто недоучастие в избирательной кампании. Им, дай бог, к лету расплеваться со всеми этими уголовными делами, естественно, пока они ходят под этой уголовкой, даже в качестве подозреваемого, они не могут участвовать ни в каких выборах, не могут регистрироваться. А значит, что мы получим по итогу? Мы получим по итогу беспрецедентную ситуацию, когда даже, в принципе, агитировать будет бесполезно идти за кого-то голосовать, но не будет иметь смысла идти на эти избирательные участки, потому что мы получим уже в данном случае, когда ты выбираешь между единороссом и единороссом, там, его сватом, братом, родственником, кем-то еще. То есть, грубо говоря, ты приходишь на избирательный участок, а там не то, что кандидат от КПРФ и кандидат от Единой России, нет, там Володин и, допустим, жена Володина, или сын Володина, и вот выбирай между ними. Вот такие вот выборы нас очень даже могут ожидать, и меня это несколько пугает, потому что я понимаю, что следующий может стать какая стадия, да? Вы знаете, что вообще выборов не будет? Вот я вам сейчас говорю, девушка, вы на меня смотрите, выборов больше не будет. Естественно, при таком раскладе, вот на таких выборах, о которых только что сказал, Единая Россия наберет процентов 90-99, это очевидно. Ну, понятно, что пропустят вот эти вот марионеточные партии, как и обычно, ну, а потом, я думаю, что ребятишки просто выступят в заявлении, скажут, смотрите, зачем нам тратить кучу бабла, да, вот на эти выборы, тем более все равно, что у нас проходят там 3-4 партии постоянно, давайте за ними закрепим пожизненные места в парламенте, они там уже как на пальцах скидываются, на костях, на картах, сами будут находить каких-то депутатов, то есть, ну, по сути, мы получим феодализм, когда по наследству будут передаваться эти депутатские места, ну, что порадовал я вас. Госдолг России по итогам 20-го года вырос на 5,4 триллиона рублей, то есть почти на 40% за год. На 40% слушайте, ух ты, а нам еще недавно горбатого лепили о каком-то процветании, о том, что кризис стороной обошел, да вот в пятницу только обсос Росстата, почти, простите, опрос Росстата, тьфу ты, отчет Росстата показывал, в нем говорилось, что реальные доходы россиян снова выросли, типа экономика на подъем пошла, потому что, оказывается, задолжали мы нехило, и самое главное, за что? Что-то я не припомню серьезных выливаний в социалку, которая могла бы, по идее, обернуться таким вот внушительным скачком по госдолгу, да источник всех российских бед Навального вроде посадили, зато помню другое точно, я и думаю, чего мне так цифра-то знакома в 5,4 триллиона рублей, тю? Так ведь как раз настолько российские олигархи в прошлом году богаче стали совпадения. Это реальная журналистика, рывки сменяются прорывами темы сегодняшнего выпуска, поехали! А вообще, друзья, давно хотел спросить вот о чем. Смотрите, полгода и даже немножечко больше мы с вами живем с обновленной Конституцией. Поправки в основной законы Российской Федерации были приняты минувшим летом посредством голосования на пеньках, в корзинках, из супермаркетов. Вступили в силу они, значит, 4 июля 2020 года, внимание, вопрос, ну что, бедность ушла, пенсии, может быть, расти начали утроенными темпами, а культуру-то защитили. Кстати, дети как в безопасности? Все, закрыт вопрос? Ой, нет. Тут же на днях детский омбудсмен Кузнецова докладывал, что количество преступлений в отношении несовершеннолетних, преступлений сексуального характера, хочу подчеркнуть, выросло в 2,5 раза. Вот это поворот! Ну тогда, может быть, хотя бы бездомные животные перестали быть животными, обрели дома. И еще с экологией-то, кстати, чего жители Челябинска, Норильска, поделитесь с нами. Дышите полной грудью, поди на их свежайшем воздухом. Что здесь мимо? Блин, ну хоть что-то же, кроме обнуления путинских сроков, должно было измениться. Столько разговоров было, мы же, а как поменяем Конституцию и как заживем? Ну было же, да. Около 80% россиян признали поправки важными и своевременными. Отметили важность предлагаемых поправок в Конституцию России. Ведь без них может произойти обесценивание существующих в обществе ценностей. Теперь Конституцию предложено дополнить несколькими статьями о доступной и качественной медицинской помощи. Это значит, что помощь будет не только абстрактной, а конкретной и более реальной. А, вот мне как раз подсказывают главенство духовных ценностей. Хотя бы должно уже ощущаться, в людях возникло больше любви к друг другу. Ну так ведь возникло? А впрочем, если вспомнить последние митинги, последующую на них реакцию любвеобильных ОМОНовцев, пропагандистов. Что-то как-то и любви-то больше не стал слушать. Да неужели обманули? Не, я не верю. Не могли в Кремле, там, Соловьев, Песков, уж тем более Путин. Ну так вот взять и народ и дурачить. Мы же с чистой душой на тех пеньках-то волей изъявлялись, не верю. Ага, все, понял, просто надо еще немного потерпеть. Тьфу, блин, как я сразу-то не догадался, настроение сразу улучшилось. Пенсии маленькие, конечно. Но они гораздо больше, а, не сопоставимы, на порядок больше, чем они были. И растут, и будут расти. И дайте только время нашей стране нормально развиваться без потрясений. Кстати, дорогие защитники Отечества, ну вчера же праздник был. А в курсе ли вы, что в этом году на 8 марта ваши дамы могут запросто остаться без цветов, по чьей вине, спросите вы, все просто. По вине рывков и прорывов, которые наши правители совершали весь предыдущий год, в итоге умудрились угробить и российский малый и средний бизнес, в том числе, во всяком случае, тут, например, производству хорошо прилетело. Давайте на пальцах. Сейчас я вам покажу предпринимателя. Человек много лет занимается выращиванием цветов. Зимой тюльпанов к празднику. Важно понимать, это не купи-продай. Сам выращивает здесь, на нашей земле. Создает рабочие места, платит налоги, делает для нас с вами приемлемые цены. На тот тюльпан дальше он сам все расскажет. Вы думаете, я рад там, что на рынке сейчас творится? Нет, я не рад. Во-первых, потому что я все уже продал по предзаказам по цене предыдущего года. А второе, вы знаете, есть у меня ощущение от какого-то, вот какой-то подлости от нашего руководства, от нашей страны. Потому что ведь реально сейчас коммерсом, если они 8 марта просерут, а этот день год кормит, да? Ведь, блин, многим придется закрыться, поувольняться, а это опять очередной, ну это самое, камень в оверот руководства нашей страны. Но если бы только этим все ограничивалось, в России же на ответственных должностях суперэффективные менеджеры сидят. Один эффективнее другого, а посему просто шарахнуть по производителям не для наших чинуш. Слуги народа в скреп державе уж если горят людям, так по полной гайке, чтоб через край. Короче, в начале февраля ребята еще и за торговцев взяли, в смысле за тех, кто из Голландии цветок в страну везет. Если честно, даже не знаю, как об этом рассказывать, ну пусть знающий человек опять. А вообще все было очень интересно в этом году. Как всегда, фуры пошли на 14 февраля, растаможились в Белоруссии, заехали в Москву, а эти фуры развернули и отправили на московскую таможню. Ну там Московская, Смоленск, по-моему, там с поможней входная наши западные ворота. И вы представляете, растамаживали по второму кругу, и в морозы и снегопады полностью фуры открывали, открывали полные досмотры производили, весь цветок поморозили, изгноили. Вы приколите, вообще вся Москва без цветка сидит. Так что, девчонки, будут вам в этом году дарить носки и мыло вместо цветов. У меня возникает всегда один вопрос риторический. Зачем? Вот зачем это делать? Как зачем? Что за вопросы? А как же изображать видимость бурной деятельности? Даже если чиновник понимает, что он дурак, он ведь вряд ли захочет себе-то в этом признаться. Да еще нужно вышестоящему дураку показать, мол, работаем, не сидим, а поэтому закатал рукава, и ай да, пакостить. Второй момент, кстати, он не менее важен в взятке. С вас же, коммерсов, сдаить что-то нужно, это правило такое. Занимаешь ответственную должность, сдаи. Даже если не нужно на самом деле тебе ничего, если народный слуга на 10 жизней вперед себя обеспечил, в задницу, извините, в том числе денег напекал, в России чинуша вымогает взятку не потому, что ему не хватает, а потому, что у него есть такая возможность. Ну как, возможность же есть, значит, надо красть, надо себя заставить. Ну это, в общем, основы путинской экономической теории. Даже уверен, что сейчас набежит куча хейтеров, и отнюдь не из Пригожинской помойки, фан в смысле не тролли. Дело в том, что в нашей стране защищать предпринимателя, и не дай бог быть предпринимателем самому, это большой грех. У нас все еще нет культуры понимания зарабатывания денег. Понимание, что СССР закончился 30 лет назад, что люди давным-давно переведены на так называемые хозрасчеты, обеспечивают себя сами, а посему предприниматель это очень важное звено, лежащее в основе экономики государства. Хотя, деграданты же как думают, я фантазирую сейчас. Вот, например, выходит какой-нибудь Володин поутру на газону Кремля, поливает там все, или может быть даже сам выходит, а затем из земли сундуки с бюджетными деньгами расти начинают. Вот так вот и формируется казна, хотя, а на кой черт я буду сейчас перед ущербными распинаться, дебил все равно не поймет, а грамотный человек не биоотход с мозгами улитки, а грамотный человек и без меня данную тираду закончит. Все, это была реальная журналистика, увидимся, услышимся и очень скоро. Пока-пока!